Это вот как бы... И как они скрывают информацию о победе ЛДПР? Последний раз я читал, мы напишем письмо, это где-то в каком-то уральском вузе вышла книга. Уфинский университет проводит научную конференцию. И труды выпускают. И описывают ситуацию с демократией. В 93-м году большинство было у выбора России. Им стыдно написать, что они победили. А большинство, да, техническое было. За счет одномандатника. Ибо первые три созыва Госдуму убирали по смешанному принципу. 7-й, 11-й год по партийным спискам. Сейчас вернулись опять к выборам по смешанной системе. Почему? Почему? Ну, он там дремит, ладно, потому что она спит, ничего не устала. О, молодой человек, почему? Вот вы не отворачивайся, вот вы, мы все нервашки. Почему? А? А? Кто-то там говорит, кто делает. Ведь понимаете, я почему пытаюсь научить? Это ведь не шутки выборы. Это ведь не шутки выборы. Это ведь не шутки выборы. И демократия. Посмотрите, Гитлер пришел к власти чисто демократических путев. Я подхожу ко второму стандарту. Первый стандарт. Никакой революции никогда не поддерживайте. Это мятеж. Никакой революции никогда не поддерживайте. Это мятеж. Второй стандарт. Тоже запомните на всю остальшую жизнь. Демократия идет к терору. Демократия идет к терору. Демократия идет к терору. Демократия идет к терору. Сбера красива. Демократия, да, выборы, все хорошо, свободы, все отлично. Но вы должны по своей жизни оценивать конечный результат Вот ребеночек растет, хороший мальчик, станички, теннис, все-все В 35 лет убийца И папу, и маму убил, чтобы получить их квартиру Результат такой, отрицательный Но когда вы до убийства смотрите на отношения родителей к ребенку Какой мальчик, да что вы, вот он в армии, вот он работает, вот он на град Но конечный результат вы воспитали преступника Он же вас убил, вы уже не сможете оценить его Таких случаев огромное количество Или дети убивают родителей, или родители детей, чтобы избавиться от них Поэтому, вот этот стандарт, демократия ведет к террору Демократия ведет к террору Демократия ведет к террору Демократия ведет к террору К террору К террору. Вот два государства. Германия. Ведь Адольф Гитлер. Ну кто? Мужик какой-то. Партия. Ну и что? А не знаю, кто победил. Парень не знает, кто победил на стрельбе. Там не знает, почему округа. Понимаете, что это? Потом выше будете локти кусать. А кто к власти пришёл? То есть смешанная система. Она во всём мире. Голосование по округам. Но в округе голосуют за список партий. Но кандидат идёт. Его в физическом плане. Вот эти пять человек от пяти партий. Вы выбираете, кто из них вам нравится. Как конкретный будущий депутат вашего округа. Но у него есть партийная принадлежность. И потом в парламенте они образуют 4-5 партийных фракций. Поэтому Единая Россия сейчас вернула смешанную систему. Потому что она обещает. Она обещает. Она обещает. Она обещает. Она обещает. И мы должны ей поверить. Посмотрим. Что по партийным спискам выборы будут кристально чистыми. Как проголосуют, сколько, так и будет. Ну и сейчас давайте ещё спросим. Я же такой вредный профессор. Я двойки не ставлю. Но мне хочется поставить неудобное положение. Те, кто не хочет о себе позаботиться. Ну, вот девушка. Что даёт выборы одномандаринка? Не знаю. Молодец. Честно говорить. Чего вы должны в 20 лет это знать. Вы ни разу не участвовали в выборах. Вы никакой партии не состоите. И ваши родители. То есть, если выборы будут честные, а мы с вами поверим. Тогда по партийным спискам я хотел вопрос задать. Сколько получит Единая Россия? Вот девушка выйдет, розовая полочка. Ничего не знает. Но приблизительно. 70. А? Я же сказал, честные выборы. И он сказал 20. Посередине. 27 приблизительно. Примлизительно. 27. Кто выйдет на первое место по партийным спискам? Какое яблоко? Какое яблоко? Какое яблоко? У них было 3% в 11-м году. Сейчас после отрицательного отношения к Крыму 1% не наберут. Они выступили против русских. Как эта партия может получить поддержку? За счет чего? Крым, русская территория, вернулся на родину и говорит, нет. А почему? Потому что во главе партии стоит украинский националист Явлинский. Он из Львова. Это центр украинского национализма. Полностью. Центр. И еще одна ошибка Явлинского. Вот там, молодой человек, вы улыбаетесь. Еще какой порог у Явлинского, кроме того, что он националист украинский? Нет. Личный порог. Нет. Личный. Вы понимаете, что я личный? Значит, физические недостатки. А? Боксер, боксер, боксер он. Чемпион города Львова. А что такое боксер? По голове бьют тысячу раз. Какие могут мозги, если я по голове бью? Там же не вниз бьют. Вниз ногой бьют. А он руками. Удар в голову. В голову. На всех тренировках. На всех тренировках. Ведь чемпионом города стать. Ну, сколько получить по голове. Это не шутка. Вы должны понять, что человеческий организм, если голова работает на разум, то, значит, нельзя, чтобы по голове бить. Это нельзя. Лебедь у нас был такой политический деятель. Он десантник. Он сам в юморах пишет, что он много раз падал на землю и терял сознание. Неудачный прыжок. При каждой потере сознания, при ударе головой о землю, часть мозга отмирает. Почему? Живой организм. Это самозащита. Раз ты бьешь по мне, он уменьшается. Он не хочет мозг, чтобы его били. Чтобы меньше били, он уменьшается в размере. Нормальное состояние. Нормальное состояние. Инстинкт самосохранения. Поэтому лебедь не мог добиться успеха. С такой головой хорошо дальше прыгать с самолета, с парашюта и быть начальником полиции, уголовный розыск. Чтобы тебя боялись, так сказать, криминальные элементы. Это тоже имеет значение. Должны подумать. А это боксер, это десантник, так? Это же имеет значение, да? Как в школе учился? Личное дело. Давайте откроем Гриша Явлинского. Призыв в советскую армию. Какая справка там лежит в личном деле в военкомате города Львова? Лежал в психиатрической лечебнице. Он не лежал. Средобольная мама справочку взяла у врача за деньги, чтобы Гришу в армию не взяли. А я отслужил два года, без всяких справок. В самом сложном регионе. Кавказ. В самой сложной в мире регион. Поэтому, когда вы думаете о демократии, о выборах, вы внимательно посмотрите на биографию. Где он учился? Вот Зюганов, хороший человек. Но все-таки Орловский педагогический институт, это не московский университет. Я, любой из вас, я слушаю, но он же с провинции окончил маленький. Ведь пединституты при советской власти всех принимали. Туда никто не шел. Там не было конкурса. Когда заканчиваются приемные экзамены, я никуда не поступил. Ну хорошо, пойду в пед. В пединститут. Я в армии был, кадровик плохо разбирался в проблемах с сексуальной моралью. Он мне сказал, да эти медики, педики, то есть окончившие медицинские и педагогические вузы. Он не понимал, что слово педик имеет другое значение. Что он сказал, педагогические институты, да вот, как бы они опустят. Медицинские медики. Ну, как бы он сплешка. Называют плешка. Ребенок не понимал, что такое плешка. Институт, государственный университет, по-моему, экономики, торговли имени Плеканова. Вот это все имеет значение, понимаете. Нельзя вот легковесно подходить. Посмотрите Украину. За 25 лет мозги развернули. Сегодня самое совершенное оружие информационное. Сегодня самое совершенное оружие информационное. А что является главным в этом... Вот вы чешетесь в правилах. Что самое главное в информационном оружии сегодня? Что воздействует на мозги каждый день и каждый час? Да? Телевидение. Смело отвечайте. Вы же понимаете, вы очень часто стесняетесь. Не надо стесняться. Я бы изменил систему оценок вас на экзамен. Не потому, что вы сказали в ответ на поставленный вопрос. А как вы в состоянии защитить свою позицию? Потому что позиция может быть разная у всех. Почему вы должны отвечать так же, как думает преподаватель? А если он ошибается. Поэтому оценка должна быть за обоснование. Вот я позиция, обосную ее. Если правильно обосновал, то значит телевидение. Потому что книги разные, читать скучно сегодня, интернет. Не все каждый день будут туда влезать. А телевизор включил и смотришь. Сегодня вы включите. Вот я бы посоветовал преподавателю. Дайте задание молодым людям. А я устанавливаю премию. 10 тысяч рублей. Пусть напишут отзыв на передачу. Мысли Зюганова и Жириновского. Во время передачи. Вечеру Соловьева. Какой принцип? А? Несылать аппараты. Госдума. Госдума, фракция ЛДПР. Какой месяц разматривать будет? Да 5 минут. Приходи через 5 минут мы тебя дадим. 10 тысяч. Вот стоит здесь руководитель аппарата. Зайцев, сюда выйдет. Зайцев. Вот руководитель аппарата. Вот, пожалуйста. Вам там книжки могут растут. Мы сразу ответили, я вам гарантирую. Пишите, Алис. Москва, Госдума, Зайцеву. Прямо длину на стол. Посмотрите, ЛДПР дает дорогу молодым. Еще 30 лет, не сколько, Максим? 28. А должность генеральская. И посмотрите, кто руководитель аппарата, фракция КПРФ. Бабушка. Я вам специально даю реперные точки. А прийти к кандидатам. Как учился, какой вид спорта, что в армии делал, как служил в армии и так далее. Все посмотрите. В каком вузе он учился? Чтобы вы поняли, какова эта личность. Я не говорю, что в Орловском медиаинституте плохие студенты. Я говорю, что все-таки есть параметры. Лучший вуз страны, Московский университет. И с отличием я заканчиваю. И он оканчивает провинциальный вуз. Это хорошо, но вы понимаете, что преподаватели все-таки лучшие собираются столетиями. Даже тысячелетиям в столицу. Столица собирает лучшие мозги. Чтобы управлять страной было лучше. Не потому, что в Москве жить хорошо. А это неизбежно. Поэтому там и в вашем вузе прекрасные преподаватели. Но все это столичные вузы. Такие вот, что-то известные. Имеющие хорошую такую родословную. Когда собаку покупают на рынках. Родословную просят. Какой породы? Где? Когда? Кто родители? Вы по возможности узнаете вашу родословную просят. Я узнал. Сейчас геном человека определяют врачи. То есть предрасположенность к тем заболеваниям. Которые возможно встанут на пути к вашей жизни. Инфаркт, инсульт, рак, диабет. И наука дает. То есть в вашей крови это заложено. В процентах. Один процент такая-то болезнь. Два такая-то и так далее. А они взяли, направили мои анализы в Америку. Чтобы лучше узнать всю родословную по болезни. Надо знать о предке, чем болеют. А чтобы узнать предков, надо... Сегодня эти лаборатории есть в Америке и в Британии. И скоро и у нас будут делать. Так вот, они мне дали родословную. Я же на госсовете предложил всем губернаторам. Вы узнаете всю родословную? Вы чьи дети? Именно потомки. Кочевников или архитекторов. Кто у вас в роду был-то? Вот у меня в роду, я не говорю, что это мой родственник. Но это общая родовая семья. Вот они Восточная Африка, Северная Африка, Западная Европа и до Польши дошли. Там президент США Линдон Джонсон. Там Альберт Эйнштейн. Там наш Билинский. К сожалению, там и Адольф Гитлер. Там президент США Линдон Джонсон. Там Альберт Эйнштейн. Там наш Билинский. К сожалению, там и Адольф Гитлер. Гитлер. Слушайте, известный человек 20 им назвали. Те, кто имеют корни вот туда-туда-туда. Это не семья в прямом смысле. Папа-мама. Но это имейте в виду приблизительно. Земляк все-таки отстранен. Вы можете приехать в какой-то город первый раз. Это не значит, что вы там проживали и кровно связаны. А это вот тогда были те отношения рода. Род шел, шел, шел. То есть надо знать. Если вот это еще будет. Знаете, будущие выборы. Никаких партий. Вы будете дома видеть всю его биографию. Всю родословную. Все его оценки. Все его высказывания. И машина, а не вы, даст вам IQ. Даст интеллект. Каков интеллект? Десять позиций. Девять, восемь, семь. Что, вы будете голосовать, у кого интеллект? Плюс один что-то? А кого-то может вообще минус. Вот социологи МДУ. Я не знал. Мне справку прислали. 2004 год. Госдума, 10 лет в Госдуме. Сюганов, Явлинский, Жириновский. 10 лет прошло. Они взяли все выступления. И прогнали, так сказать. По изучению. Взяли, значит, количество поддятых тем. Сколько тем поднимал человек? Это же о чем-то говорит. Кругозор. Да? Можно всем говорить про почву. Он все время говорит про пожары в Сибири. Тема актуальна. А то, кроме пожаров, он ничего не знает. Вот. Активность. Значит, способность. Трудовая способность. И вот все остальные параметры. Меня вывели на первое место. Они, преподаватели, значит, исторического и исторического факультета. Исходя чисто из количества. Количество. Вот они. Стенограмма заседания. Высший орган государственный. Хороший мальчик. Плохой. Кто? 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 Вот что он говорит. Когда? Сколько? Где? И вот тогда уже даем оценку. Давай вопрос. Созрел. Ферн. Как фамилия? Тихонов. Тихонов. Дайте им тоже подарок. Говори. Тихонов. Подарок. Вы говорите, что демократия это террор. Да. А у вас партия демократическая. Или в выборах участвуют. Да. Очень просто. Очень просто. Когда я говорю, что демократия ведет к террору, я имею ввиду один из вариантов отрицательных последствий этого события. Например, в 93-й год выборы шли по самой демократической конституции. Новая. Только что приняли конституцию. Все партии вышли. Все можно. Никаких там документов не требовали. Подайте список. Обычный список. Фамилия Иванов, Петров, Сидоров. Все это можно было сделать. Избрали парламент. Прошло три года. И в марте 96-го года в 8 утра в Государственной Думе стояли войска. Чтобы не было такое, как в 1905 году интеллигенция Петербурга желала поражения русской армии в войне с Японией. Вот неправильно воспитанное поколение. Поэтому сегодня такое невозможно. Сегодня все поддерживают. Крым наш. И будем помогать Донбассу. Потому что позиция может быть разная у всех. Почему мы должны отвечать так же, как думает преподаватель? Лезь, он ошибается. Молодец, дайте ему подарок. Есть у нас подарок? И он сказал 20. Посередине, 27. Примзит.